Привет, друзья! У нас уже новый день и решила вам показать, как я сканирую. Вы много раз спрашивали. Кто-то сомневается вообще, есть ли в этом смысл какой-то. Но вот я бы хотела рассказать вам свой опыт, как я сканирую продукты и что это мне дает вообще, в принципе. Вот. И я сейчас ходила в поликлинику, но это уже другая тема. И потом зашла в пятерочку. Хотела вот эти конфетишки купить. Увидела их. Там такой разгром, вообще пятерочка тоже испортилась. Давайте сейчас покажу, как я сканирую, что у меня за аппаратура и подробнее об этом расскажу. Так, вот тут у меня стоит аппарат. Основание называется база. Сама вот эта трубка это сканер. Я ее сейчас возьму, она включится. Вот. И сейчас я вам на столе буду показывать. Вот он спрашивает. Новая закупка? Мы говорим, да. И здесь нужно выбрать, кто покупал. Людмила, это моя мама. Вот. Я покупала. Сканируйте код магазина. Сейчас я уже покажу более подробно. Вот все мои покупки. Теперь достаем. У меня вот такая вот кодировочная книга. здесь собраны коды всевозможных магазинов. Вот здесь в начале инструкция. Ну, не инструкция, а содержание. И дальше идут коды. Здесь просто сотни магазинов. Значит. Вот. Я ходила в пятерочку. Вот она здесь. У меня здесь написано. Сканируйте код. Мы наводим, нажимаем на плоскую кнопочку. Вот он сканирует. Вы выбрали пятерочку. Да. Использовали карту. Нет. И дальше уже сканируйте код товара. Книгу пока можно отложить. Она пока не нужна. И дальше берем чек. Вот он у меня чек. И идем по чеку. Значит. Брала я паштет с говядиной для Алиски. Значит. Вот он с говядиной. Вот у него штрих-код. И опять нажимаю на среднюю кнопочку. Вот. Так. Паштет стоил 32 рубля. Вот он здесь показывает. Одна упаковка. Так. Я смотрю, я брала еще с курицей. В принципе, он стоит столько же. Поэтому можно ввести. Вот здесь есть кнопочки. Вводим 2. Вот 2. Ок. И цена. Также вводим 32. И 2 ноля копейки. Ок. Покупка по акции. Нет. Обычная покупка. И дальше. Дальше у меня была гирлянда. Все-таки разорилась я на гирлянду. Кстати, напишите мне, кто в фикс-прайсе покупал такую гирлянду. Сколько она там стоит. Гирлянда мне стоила 99 рублей. Вот. Он показывает. Одна штука. Да. 99. И копейки. Вот так вот. Окей. Обычная покупка. Дальше. Корм для кошек. Вот такой вот я взяла. На пробу. Я такой раньше не видела. Если кто-то пробовал, напишите, понравилось вашей кошке или нет. Так. Тоже. Причем, кстати, здесь не важно, отверх ногами ты сканируешь код или нормально. Так. Такой корм стоил 29,90. Я взяла 2 штуки. Так. 2 штуки. Окей. Так. И 29,90. 29,90. Это было по акции. И взяла я вот эти конфетти. Сканируем 4 штуки по 39 рублей. Так. Мы выбираем 4 штуки по 39 рублей. Да. По 39,00. Так. Обычная покупка. И теперь нам... А, нет. Еще я взяла спички. Вот такая коробка. Сканируем. Спички мне стоили, по-моему, 10 рублей. Да. Спички 10,90. Вот. Одна упаковка. Так. 10,90. Так. Обычная покупка. И сейчас нам снова нужна кодировочная книга. Так. Как покупки у нас закончились. Здесь в конце книги, как бы, конец закупки. Мы нажимаем на этот штрих-код. Он нас спрашивает. Есть ли еще в этой закупке товары? Нет. Новая закупка. Нет. И теперь он просит поставить сканер для того, чтобы передать данные. И давайте с вами поставим его. Так. Вот я его ставлю. Видите, загорается красная лампочка. Здесь тоже горит красная. И он передает данные на сайт. Вот так, в принципе, легко можно сканировать продукты. Что хочу сказать. Хочу показать вам. Ну, так. Для... Просто для ознакомления, да. Что, например, если есть продукты какие-то без штрих-кода. Например, вы овощи покупаете. То здесь есть раздел. С овощами. С фруктами. С колбасами. Причем, раньше нужно было просто сканировать код. Допустим, у вас там карбонат, например. Или корейка. То есть сейчас, если вы сканируете, вам еще нужно выбрать фирму. Производитель этой корейки. Ну, и также здесь очень много всего. И мяса. И птица. И точно так же есть выбор по производителю. Например, вы купили куриный фарш. И вам нужно выбрать производителя. Рыба. Замороженные продукты. Молочные продукты. Сыры. Копчености всякие. Конфеты, печенье. Хлебобулочные изделия. Сыпучие продукты. Например, если покупаете в развес крупы или макароны. Товары для животных. Всякое бытовое. Бытовые всякие. Мыло в развес. Там батарейки поштучно, на которых нету штрих-кодов. И также косметика. И все. Это вся огромная книга. Сканирую я уже год. Если вы хотите тоже присоединиться, то сейчас происходит иногда, что что-то становится популярным и появляются мошенники. У сканера ГФК у них тоже есть мошенники. Поэтому, если вы хотите участвовать в этом мероприятии, сканировать, зарегистрироваться на сайте, сделать свою страничку, свое домашнее хозяйство. Получить индивидуальный номер. Получить сканер. Сканер вы получаете абсолютно бесплатно. Вам доставляет его курьер. За него платить не нужно. Это самое важное. Обязательно, если мошенники, они попросят за доставку деньги или еще за что-то. И также можно скачать приложение на смартфон или планшет. И это можно сделать все только через официальный сайт. Ссылочку на него вы найдете в описании под видео. Там есть ссылка для смартфонов и ссылка для обычного компьютера. Я сканирую. Специальным вот этим аппаратом, сканером. И у меня доступ в личную страничку через обычный компьютер. Для тех, кто сканирует через смартфон, там немножко другая система. У меня телефон не принимает такую систему. Поэтому я сканирую обычным способом. Вот. В принципе, это интересно. Первый год оплата составляет 300 рублей в месяц. Плюс проходят у них всякие опросы, акции какие-то, за которые тоже даются баллы. Один балл – это один рубль. Из личного кабинета вы можете снимать эти деньги, перечисляя себе на карту или на телефон или какой-то еще выбрать способ. Это делается через личный кабинет. И снять можно минимум 900 рублей. То есть, это оплата за 3 месяца. Значит, также, если вы ровно год сканируете, то в конце года вам дают премию. Я точно не могу сказать, сколько мне дали. Возможно, где-то рублей 500, потому что у меня это как-то все объединилась оплата за последний месяц. И тут же пришла премия. Вот. Также у них, например, можно выйти в отпуск. Они дают до 60 дней. То есть, в пределах 60 дней вы можете не сканировать вообще. Но вы должны обязательно их уведомить о том, что вы куда-то уезжаете, чтобы они у себя пометку сделали. Иначе у вас тогда не будет премии в конце года. Вот. Второй год, если вы продолжаете сканировать, второй год оплата идет уже 500 рублей в месяц. И премия, по-моему, 1000. И все последующие года, то есть, уже третий, четвертый, если вы сканируете, вам платят уже 1000 рублей в месяц. И премия, по-моему, 2000 или 3000. Вот. В принципе, это неплохие денежки. Хоть и немного, но можно оплатить интернет и какие-то мелкие покупки. Что-то купить для себя, для творчества и прочее. Вот. В принципе, это все довольно просто и занимает немного времени. Увидели, что у меня это заняло буквально несколько минут. Я привыкла уже к сканеру. То есть, если бы у меня была возможность скачать приложение на смартфон, я бы, наверное, очень долго с этим разбиралась. Мне удобнее сканером. Сканируя практически каждый день, потому что мы что-то покупаем, они как бы не фиксируют, каждый день ты сканируешь или нет. Главное делать это регулярно. Если вы покупки совершаете раз в неделю, например, или два раза в месяц, а потом, а больше вообще ничего не покупаете, то можно сканировать в этот период времени. Единственное, что нужно это делать регулярно. Если вы долгое время не сканируете, они начинают вам звонить, задавать вопросы, почему вы не сканируете. То есть, может быть, вы уехали куда-то, а они беспокоятся. Так что, в принципе, это интересное занятие. И обязательно присоединяйтесь. Какая-никакая денежка, но будет вам капать. И, в принципе, это приятно. За то, что ты ничего практически не делаешь, тебе платят деньги. Что такое сканер ГФК? Это компания, которая проводит, скажем так, социологические исследования. То есть, люди по всей стране сканируют продукты, тем самым они проводят исследования, какие продукты наиболее покупаемые, или наоборот, которые чаще всего покупаются. Продукты сельскохозяйственные, или продукты в магазинах. Какие магазины люди чаще всего ходят. То есть, если бы, допустим, у меня было сегодня покупки две из разных магазинов, то я бы сканировала сначала там один магазин, потом другой магазин. Магазинов там достаточно много. Я вам показала, там есть также штрих-коды для торговых палаток, для рынков. Много всего разного. Это довольно интересное, увлекательное занятие. И я вам скажу, что первый раз, когда я только начала, конечно, было немножко сложновато, потому что я плохо ориентировалась в кодировочной книге. И вообще, все время смотрела на экран, на кнопки. То есть, мне нужно... Сейчас я уже просто на ощупь, можно сказать, нажимаю, ввожу цену, ввожу количество. Все довольно просто. И они обновляются время от времени. То есть, вводятся какие-то нововведения, но к ним быстро привыкаешь. Так что, дело это очень интересное, очень увлекательное. И, в принципе, буду рада, если вы присоединитесь, потому что мнение большинства, оно все-таки имеет весомую цену, весомое значение. Большинство их, большинство голосов, да, их все-таки люди слышат. Когда один человек, это его никто не слышит. Поэтому, буду рада, если вы присоединитесь. Ссылочка на официальный сайт, на официальное приложение для смартфонов под видео в описании. Так что, переходите и присоединяйтесь. Это очень весело и прикольно.